Дорогие друзья, дорогие слушающие это слово, сегодня я хочу говорить об интересном стихе из Библии, и это Римлянам, 6 глава, 23 стих. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Короткий стих, но в нем очень много сказано. Возмездие за грех смерть, то есть если кто согрешил, то за этот грех есть возмездие, и возмездие – это смерть. Но в следующей запятую сказано, дар Божий – жизнь вечная во Иисусе Христе. Очень важный стих, его надо знать наизусть. И вот что это значит? За каждый грех возмездие смерть. Да, у Бога нет малых и больших грехов, у людей есть малый грех, большой грех, но грех нас разделяет с Богом. Когда появляется грех, он разделяет тебя с Богом. Когда ты не знал Бога, грешил, это такое дело, ты жил далеко от Него, иногда даже у некоторых людей притупляется совесть, они делают что-то, даже не замечают, что они грешат. Но тем не менее, грех остается грехом. Все, что несправедливость, все, что обман, все, что, кстати, Богу противно – это грех. И за грех есть возмездие. И в Библии написано, что нет человека ни одного, кто бы не согрешил. Все согрешили. Все нуждаются в спасении. Что делать? Есть выход. Терезапятую сказано «дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе наш». Есть дар Божий, то есть подарок. Бог дарит каждому спасение и прощает его грех и дает вечную жизнь, если он верит в Иисуса Христа. Потому что только в Иисусе Христе есть спасение. Это так важно. Это так важно знать. Потому что единственный, кто не совершил греха – это Иисус Христос. Это Сын Бога Живого. Он прожил 33 года. И вот Он не совершил ни одного греха. И вот Он чистый, умирает за грехи всего мира. Да, в это надо поверить. Он умирает за грехи твои, за мои. Он берет на себя. И тогда, когда Он и мой грех взял на себе, тогда я могу быть свободным, могу быть чистым перед Богом. Да, есть такие картины. Он нам даже дает такую белую одежду. Он снимает с нас вот это вот рубище грязных дел, грязных грехов и делает нас чистыми, дает нам право жить с Ним вечно. Но это только в Господе Иисусе Христе. И Он говорит, что Он наш Господь. Мы к Нему приходим, и Он нам дарит вот это вот. Дарит спасение в Нем. Правда, иногда трудно поверить. Легче что-то заработать. Легче вот если я что-то наработал, я получу за это. Но принять такой подарок, да еще от самого Бога, это бывает трудно. Поэтому так много среди людей, которые привыкли, так сказать, все за каждое доброе дело должен получить или за зло, и меня наказать, им так трудно поверить. Но Бог вот такой. Он этот план сделал, потому что нет ничего в этом мире, что могло бы спасти и тебя, и меня, только Иисус Христос. И это так здорово, что есть это спасение. Это благая весть. Надо каждому только склониться перед Ним и сказать, Господи Иисусе, прости мне все, что я совершил, потому что Ты мой Бог. Я знаю, никто не может больше просить через Твою жертву на кресте, Ты прощаешь мне все. И мы получаем дар от Него, жизнь вечную. Не только здесь, на земле мы можем быть наполнены Его любовью. Жить с Ним в общении с Богом, Творцом Вселенной. Общаться с Ним, получать от Него сигналы, что хорошо, что плохо. Вы знаете, вот когда становишься верующим, как-то особенно обостренно, ты воспринимаешь каждый поступок, что Ты не так сделал, Тебе Дух говорит, не так Ты сделал. Ты опять говоришь, Господи, прости мне. Или если хорошо, Он дает тебе радость, просто радость, что Ты смог, так сказать, победить. Вот какой-то грех, который раньше Тебе трудно было побеждать, Он просто на Тебя налегал, и Ты делал то, что не хотел. А теперь за Иисусом ты так легко можешь побеждать и говорить, Господи, с Тобой. В Тебе я спасен, ибо Ты, Господь. И это так здорово. Я хочу еще раз этот стих, чтобы вы запомнили его. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божья жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. И может быть еще вот любимый стих многих людей в этом мире, многие знают его наизусть, это от Иоанна 3 глава 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою эти народного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий верующий. Какой бы ты ни был грешник, какого цвета кожи бы ты ни был, где бы ты ни жил, если ты поверишь в Него, если ты примешь Его, верующий в Него, то Он дает тебе жизнь вечную, подарок, за который ничего не надо отрабатывать, надо просто верить и жить по вере. И если совершаешь грех, просить опять прощения и не делать больше Его, но находиться в общении с Ним, в общении с самим Богом. Это так здорово. Я приглашаю каждого принять Иисуса Христа. Помолитесь Ему, примите Его, скажи, войди в мое сердце, очисти меня и сделай меня своим детем. И Он сделает, поверьте, потому что Он это обещал. Для этого Сын Божий пришел на землю, чтобы всех спасти, чтобы никто не погиб, чтобы мы однажды жили с Ним вечно. Аминь. 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 Аминь.